всем привет меня зовут александр я декор мастер из города каменское у нас новый объект по плану мы будем работать декоративными штукатурками фирмы фейдл в частности это антик декор макси по плану у нас будет наноситься кварц грунт в оттенке е 1557 первый слой штукатурки в таком же оттенке второй слой будет наноситься местами немножко светлее тон е 936 и все это будет скрываться прозрачным полуматом воском и так после того как мы погрунтовали стены грунтовкой необходимо нанести еще кварц грунт у нас уже затонированный в оттенок е 1557 наносится он как кисточкой так и валиком как удобно хаотичном порядке наносим мазочки для того чтобы создать дополнительную шероховатость на поверхности тем самым улучшив сцепленность толстослойных материалов итак процесс нанесения декоративной штукатурки будет следующий у нас первый слой будет идти надзир поэтому я получаю шерохов который вы считаете а 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 Обязательно ни в коем случае нельзя оставлять переходы под движение шпаткой, потому что процессы они высохнут и будут в едином объёме. Их нужно будет периодически прилаживать и раздавлять. Как всегда нужно работать от угла до угла за вход, без остановок, чтобы не было переходов. Итак, второй этап штукатурки будет у нас уже немножко светлее оттенок, чтобы дать контраст. Наносится оно несколько иначе, не на сдир уж точно. Я буду делать ребристые и прерывистые движения, чтобы создать хаотичность на втором ослое. Тоже периодически нужно будет понемногу переглаживать, облотнять материал. чтобы он был более гладким. Значит, самый главный момент, чтобы запустить поведение каких-то ровных ударов шпатами или ровных мазков. Их нужно будет растушевывать, прерывать новыми мазками, если надо будет даже кисточками. Ровных линий. Да, ровных линий не должно быть быть точнее. Вот, допустим, видите, какой-то треугольничек появился. Мы его брали в мазков, то есть прятали и приводили. По большому счету, хаотичность второго слоя должна быть непредсказуемая. Отмечу также удобство нанесения второго слоя в том, что в любом случае можно остановиться. Схожая техника является техника Гротту. Вот видите, опять какая-то линия получилась. Мы её прячем. Ещё раз напоминаю, что периодически нужно возвращаться и приглаживать. И так далее. Итак, мы нанесли два слоя штукатурки Marmarine Maxi. Как видите, второй слой у нас нанесён местами и он несколько светлее, чем первый слой. Ну, в общем, получилось гладенькое покрытие. Мы его хорошенько приглянцевали во время подсыхания. Следующий этап – это защита рекординой штукатурки с помощью воска. Мы будем использовать полуматовую вариацию воска – дековоск. наносить будем валиками и кисточками. Итак, воскование происходит следующим образом. Мы заранее развели воск процентов на пять обычной водой. раскатываем валик и своего рода грунтуем, равномерно раскатывая, чтобы не оставлять напоевов по всей плоскости. Отмечу, что во время высыхания воска общий тон штукатурки насыщается. Она темнеет где-то на один тон. Поэтому при колеровке это обязательно нужно учесть. Там, где неудобно, можно спокойно кисточкой подмазать. Питя для воскования выбрал валик с средним ворсом, чтобы он равномерно раскатывал воск по поверхности. И так, финишный этап воскования штукатурки окончено. Было нанесено два слоя воска. Первый как более грунтовочный, второй уже защитный. Оно дало более гладкое покрытие за счет порозаполняющего эффекта. Дальнее покрытие можно будет мыть спустя 3-4 недели. Если смотреть напротив окна, то есть некоторый полуматовый блеск. Отмечу очень хорошую износустойчивость данного покрытия. Удора прочная, с той как мытью. Итак, кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока.